Развитие образования, новая школа, успех каждого ребенка, демография – это лишь часть нацпроектов, нацеленных на модернизацию школ и детских садов. Только в Карачаево-Черкесии ожидается реконструкция, внимание, 56 школ. Кроме того, уже сейчас во все идет строительство и ремонт детских садов. В этом выпуске программы «Капитальная стройка» мы решили узнать, какой он современный объект образования на примере нескольких школьных и дошкольных учреждений. Капитальная стройка Итак, начнем мы со школы поселка Ударный, в котором впервые за годы работы начался капитальный ремонт спортзала. Успех каждого ребенка – это не лозунг, а федеральный проект, благодаря которому в ряде сельских школ Карачаева-Черкесии начался капитальный ремонт спортивного зала. В первую очередь это касается наиболее обетшалых школьных зданий возрастом более полувека, как, например, спортзал в поселке Ударном. С самого дня основания этой школы – это первый капитальный ремонт спортзала. Капитальный ремонт в спортзале не делался со дня основания нашей школы. Никогда такой капитальный ремонт, где сделали раздевалки, обновили спортзал, сделали его в современном стиле. И вот эстетическое восприятие для детей – это тоже немаловажную роль играет. Для того, чтобы дети с удовольствием ходили, занимались физкультурой не только в урочное время, но и в неурочное во время кружковой секции. К ремонту подошли основательно. Сняли старую штукатурку, выровняли стены, заодно поменяли электрику и вентиляцию. А еще в зале теперь новые окна и освещение. Еще немного и завершат укладку специального напольного покрытия. На данном этапе отремонтированы стены, полы помещений, заменен пол спортзала полностью, заменена система отопления, заменены все двери. Частично окрашен спортзал и окрашены стены помещений. Провели полную перепланировку малых помещений, сделали две отдельные раздевалки для мальчиков и девочек. Перепланировка не сократила, а наоборот увеличила полезную площадь спортзала. Теперь у ребят будет место, чтобы переодеться и подготовиться к уроку. Будет свой кабинет и учителей физкультуры. А во дворе появится площадка для тренировок на свежем воздухе. Этот ремонт стал возможен благодаря участию республики в проекте «Успех каждого ребенка», благодаря которому в сельских школах Карачаева-Черкесии уже сегодня преобразилось 10 спортзалов, а до 2022 года это число будет утроено. Этот спортивный зал – один из восьми, которые подлежат капитальному ремонту в этом году. Подчеркну капитальному. Несмотря на то, что учителя всегда стараются поддерживать здание в надлежащем состоянии, где-то подкрасить, где-то подлатать – это все равно не решает всех проблем, которые, между прочим, могут накапливаться десятилетиями. Давайте посмотрим, как обстоят дела в лицее номер один города Ужджигута. Старый спортивный зал не видел ремонта почти 40 лет, но скоро обретет новую жизнь, превратившись в многофункциональное спортивное пространство. Мы очень рады, так как наш спортивный зал очень давно нуждался в капитальном ремонте. Дети счастливы, потому что появилась дополнительная возможность заниматься в спортивных секциях. Да и кроме того, конечно же, очень приятно, когда занятия проходят в современном чистом спортивном зале. Кроме того, будут отремонтированы раздевалки, тушевые, санитарные узлы, что действительно нам было очень необходимо. Капитальный ремонт этого спортзала – одно из самых долгожданных событий для учителей и учеников. Прежде всего, этот зал строится для детей, поэтому подрядчик относится к своей работе максимально серьезно. Далее планируется заменить систему отопления, отремонтировать стены, полы, потолки. В общем, из оборудования будет предусмотрено баскетбольные щиты с кольцами, защита окон из сетки, будут отремонтированы санузлы. Ключевой задачей федерального проекта «Успех каждого ребенка», благодаря которому здесь идет ремонт, охват к 2024 году до 70% детей с ОВЗ программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий. А значит, наша школа ждет еще много приятных сюрпризов. Спортивный зал – это, конечно, хорошо, но как насчет полноценного футбольного стадиона прямо на территории школы? Это не фантастические мечты, а реальность школьников аула «Эрсакон». Все мы знаем правила дворового футбола. Например, кто выбил мяч за поле, тот и должен сам вернуть его в игру. А результат матча подводят с наступлением сумерек, когда не видно ни мяча, ни игроков. Эти правила хорошо знакомы и юному футболисту Рустаму Кештову. Но с того момента, как он с товарищами по команде начал играть на новом стадионе, с освещением, трибунами и удобным покрытием, их футбол стал по-настоящему зрелищным. Ребятам есть чем сравнивать, ведь раньше они играли буквально на голой земле. У нас не было столько возможностей делать какие-то подкаты, например, или какие-то движения в футболе, потому что падать на другом поле, на котором мы играли, было намного больнее. А здесь хотя бы резина, искусственная трава и не сильно больно. Но местные детвора увлекаются не только футболом. Есть любители побросать мяч в кольцо или через сетку. Играть в баскетбол и волейбол они смогут с наступлением учебного года в новеньком спортзале, капитальный ремонт которого тут провели впервые за 44 года. Из одного большого помещения мы сделали две раздевалки с санузлами, с душевыми. Далее планируем провести внутренние коммуникации, канализацию, водопровод, заменить покрытие полов в спортзале, в помещениях, завершить малярные работы, установить спортивный инвентарь. Такая модернизация спортивных объектов стала возможной благодаря проекту «Образование». Программа рассчитана на 5 лет до 2024 года и уже доказала свою эффективность. В прошлый год, и в 2020 год, и в 2021 год мы попали в программу «Наспроекты образования». В 2020 году вы видели уже наш прекрасный красавец стадион, он завершен, был в сентябре 2020 года. И в 2021 году, вот в этом году, школьный спортзал попал в «Наспроект образования» и делается ремонт хороший, прекрасный, шикарный. После завершения ремонта в спортзале, вдохновленные новыми условиями дети приступят к усердным тренировкам, чтобы в будущем достойно представлять свой аул на соревнованиях. А кто-то из них, возможно, шагнет из этого зала в большой спорт. Но давайте перейдем от спорт-объектов к более масштабным вещам. В одном из самых густонаселенных аулов Карачаева-Черкесии, ПСЖ, продолжаются работы по капитальному ремонту одного из корпусов местной гимназии. После того, как он был признан аварийным, школа была вынуждена перейти на двухсменное обучение. Но вскоре все эти проблемы останутся в прошлом, и гимназия получит новый современный учебный корпус. Детей прибавляется ежегодно. В этом году у нас прогноз более 500 учащихся. Скорее всего, будет три класса первых. В прошлом году у нас было три класса. Это более 70 первоклассников. И мы размещаемся в две смены с трудом, поэтому мы очень ждем это здание. Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова школа была включена в госпрограмму развития образования. Работы на объекте начались в конце июля. Сейчас строители заняты демонтажом аварийного здания. По сути, от старого корпуса останутся лишь стены. Да и они будут максимально усилены. Перепланировка полностью идет. Раньше канализации водопровода не было. Тоже здесь санузлы предусматриваются в будущем. Усиление фундаментов, стены. Несущие перекрытия все тоже из монолита будут. Раньше были деревянные как бы на бетонных столбиках. Ну, теперь все будет из железа. Все бетонное. Все стены будут усиливаться. Монолитную рубашку будет. С обеих сторон будет набиваться сетка. Сквозные отверстия будут просердиваться. И будут с обеих сторон закрепляться сетки. И так называемое такректирование здания будет. Капитальный ремонт корпуса гимназии идет также в рамках спортивного проекта «Единой России» «Новая школа». А потому ход работ оценивает специальная комиссия, состоящая из депутатов парламента республики, а также представителей районных и муниципальных властей. Мы будем очень плотно взаимодействовать, работать. Очень хорошие помощники. Поэтому мы, по сути, каждый день будем со строителями. Какие организационные моменты будут возникать, будем вместе эти вопросы решать. Главная наша общая совместная задача, чтобы объект был введен в строй вовремя. Мы убеждены, что так и будет. Сейчас, по словам прораба, основная проблема – это резкое, по некоторым позициям, в три раза увеличение цены на стройматериалы. В этом вопросе депутатская комиссия обещала помочь. В целом же новый корпус, вместимостью 250 человек, будет оснащен всей необходимой мебелью и техникой. А учиться в нем будут школьники с нулевого по четвертый класс. Причем специально для новой школы будут приобретаться парты и стулья с регулировкой подменяющийся рост ученика. Также строители проведут благоустройство прилегающей территории. Все работы по плану обещают закончить уже в марте следующего года. Ну а от преобразований школьных зданий мы переходим к детским садам. Именно открытие нового детского сада – пожалуй, одно из самых долгожданных событий для жителей Тиберды. В последний раз детский сад строился там плюс-минус 70 лет назад. Теперь же на смену старому зданию приходит новое, построенное по всем современным стандартам. Эти кадры сняты в августе 2019 года. Встреча жителей Карачаевского городского округа с Рашидом Темрезовым, в ходе которой жители Тиберды попросили главу региона рассмотреть возможность строительства в городе новых яслей, так как старое здание уже не соответствовало никаким нормам. Тогда Рашид Темрезов пообещал тибердинцам решить их проблему. И уже в октябре того же года на месте старого сада закипела работа. Старое здание 1949 года демонтировали. На его месте построили новое, большое и яркое. Внутри – четыре групповые комнаты с теплыми полами, музыкальный и физкультурный зал, кабинеты для педагогов и пищеблок с новейшим оборудованием. Рассчитаны новые сад ясли на 80 детишек. Все, что необходимо для воспитания детей, для их комфортного пребывания здесь, все условия созданы. Мы даже и мечтать не могли об этом, потому что все абсолютно новое. Наполнение детского сада – игрушки, мебель, постельное белье, занавески, посуда. В общем, здесь все абсолютно новое. Поэтому мы, конечно, с радостью ждем, когда мы примем наших тибердинцев, юных тибердинцев. Сейчас здесь вовсю готовятся к открытию. Идут последние пусконаладочные работы. Персонал проводит уборку, довозят мебель и игрушки. В радостном ожидании и те, кто будет здесь учиться и развиваться. Но, конечно, больше всех новому зданию рады родители. И не Байчорова есть чем сравнивать. Старшую дочку она водила в старый сад, а младшенькую уже в новый. Говорит, небо и земля. По сравнению с тем, что у нас было в старом садике, как бы наши сотрудники садика не старались привезти его. Но надлежащий вид. Все равно старое здание говорило по себе. А в новом садике, конечно, чисто, уютно, просторно и свежо. Большие изменения произошли и на территории вокруг сада. Теперь у детишек четыре теневых навеса, новые песочницы и игровые комплексы. К слову, построен этот объект в рамках нацпроекта «Демография». Особое внимание также уделено безопасности. Внутри и по всему периметру установлены 26 видеокамер, новая пожарная сигнализация и тревожная кнопка. Одним словом, здесь есть все, чтобы качественно и в хороших условиях воспитывать новое поколение. Ну а в ауле Сары Тюз не так давно прошло торжественное открытие детского сада Ясли на 80 мест. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов лично принял участие в празднике, ведь его открытие ожидалось с 2019 года. Открытие Ясли и сада «Насып» для жителей аула Сары Тюз – долгожданный праздник, на который собрались мамы, бабушки и даже прабабушки его будущих воспитанников. Их в первую очередь и поздравил глава региона Рашид Тимрезов, отметив, что ликвидация очереди в дошкольные учреждения для детей до трех лет – одна из приоритетных задач для региона. «Были большие планы, в том числе и по ликвидации очередности в детских садах от нуля до трех лет. И вот сегодня мы присутствуем с вами на одном из таких объектов. В свое время это было поручение президента Российской Федерации, которое было отражено в национальных проектах. Большая инициатива партии «Единой России» и, конечно же, всех уровней власти, которые здесь сегодня и муниципальные, и региональные. Самое главное, что результат за короткое время, меньше чем за два года, детский садик построен». Строительство детского сада в Саретюзе началось в 2019 году. И за два года тут выросло современное двухэтажное здание, оборудованное всем необходимым для комфортного пребывания малышей. «У нас очередность большая была, если сказать. Постоянно тут рядом у нас право Кубанка, и ясельной группы не было. И вот родители работающих туда отводили из-за одной средней группы. Вот у нас проблема была большая. Когда открывали Дом культуры, Рашид Бориспиевич дал слово, что откроет и у нас ясельный сад. И он сдержал слово. Огромное ему спасибо». Четыре ясельные группы уже укомплектованы малышами, а их родители в предвкушении момента, когда смогут выйти на работу. «Мне, как многодетной маме, очень приятно, что в этом открылась ясельная группа. Благодаря открытию ясельной группы у мам появилась возможность выйти намного раньше на работу, реализоваться в профессии, уделить внимание себе, домашнему хозяйству». Очереди в детские сады уходят в прошлое. Уже сегодня обеспеченность местами в дошкольных учреждениях от 3 до 7 лет 100%. А вот с ясельными группами пока все не так просто. Однако и эту проблему власти региона намерены закрыть до конца этого года. Очередной пример тому – масштабная стройка, развернувшаяся в ауле Вакожили. Всего несколько лет назад в республике остро стояла проблема нехватки мест в детских садах. Однако сегодня, благодаря федеральному проекту «Содействие занятости женщин» в Карачаево-Черкесии активно строятся новые детские сады. Вот и жители аула Вакожили со дня на день ожидают открытия долгожданного садика. А ждали его больше 30 лет. У меня трое детей. Двое из них ходят в соседний аул, в садик. Одному четыре, другому пять. Конечно же, хочется в своем родном ауле видеть садик. Есть люди, у которых нет возможности везти самим так далеко в садик. Есть у кого есть машины, а есть, которые просят. То соседи, то кого-то. Как получается, так и возят они. В зимние холода, когда гололед, очень трудно ездить. Бывает так, что мы вообще не ездим, сидим дома. Когда, конечно же, тепло, приходится возить детей в садик. Новый садик рассчитан на 80 малышей. Общая площадь здания без малого полторы тысячи квадратных метров. На первом этаже четыре групповые ячейки. В состав каждой входят игровая комната, спальня, буфеты, туалеты. Предусмотрена даже колясочная. Все группы имеют отдельные входы-выходы. Наконец-то подходит строительство детского садика, рассчитанного на 80 детей. В нем будет четыре группы, в том числе и остальная группа будет располагаться. Мы этот садик очень долго ждали. Наши детки ездили за несколько километров в разные поселения, в разные села, аулы, чтобы посещать до школы образования. Здесь все продумано до мелочей. Помещения садика будут оснащены современным оборудованием и мебелью. А благоустройство территории вокруг здания предусматривает создание для детей четырех игровых площадок. Обеспечение дошкольников полноценным питанием – одно из главных условий их правильного гармоничного развития и сохранения здоровья. Здесь важную роль играет место, где готовят завтрак, обед и полдник для малышей. Новейшие пищеблоки некоторых садиков нашей республики – прекрасный пример того, как налаживают современную систему питания детей. Сразу в нескольких садах Черкеска знаменательный день. Одновременно и для детей, и их родителей, и воспитателей. В детском саду построили ясеный корпус. Количество детей увеличилось, а пищеблок у нас не нуждался в расширении. И поэтому мы закрылись на расширение пищеблока. Закрылись в марте, вот сегодня мы наконец-то открываемся. Добавили два цеха, увеличили склад для продуктов. Он у нас был очень маленький. Встреча малышей проходит одновременно и с соблюдением санэпид-правил, и с максимальной торжественностью. Прямо на входе детей и родителей встречают сказочные герои. Мы ходили в этот детский сад. Нам очень нравилось в этом детском саду. Воспитатели очень добрые, приветливые. Ребенку очень нравилось, ходил с удовольствием. Когда сад закрылся на ремонт, нам было, конечно, очень тяжело. Мы работаем по бабушкам, естественно, детей. Очень ждали открытия. Сейчас сад открылся, мы очень рады, что дети будут под присмотром, что они будут накормлены, сыты. Очень долго ждали. Теперь мы очень рады, довольны, что наши детки будут в саду в своем. Мой ребенок с удовольствием ждал прям открытия. А это счастливые воспитанники садика «Аленький цветочек», который также распахнул двери после ремонта. Здесь, помимо расширения пищеблока, получено еще и новейшее оборудование. Дело в том, что не просто сделали косметический ремонт, просто там побелили капитальный ремонт. Все, начиная от пола, заканчивая потолком, стены, все это было сделано. Хочу сказать, что сделано добросовестно, вы сами видели, аккуратно. Вообще вот даже замечаний нет, не то, что я вот хвалю, а действительно сделали с душой. Супер, наверное, оборудование, которое не у всех садах есть, но нам повезло. Нам выдали вот такое оборудование. Я надеюсь, мы будем готовить долго, вкусно и будем радовать наших деток. За время капремонта работники садика успели полностью обновить облик своего учреждения. Среди них оказались талантливые художники, которые украсили стены садика и ценители народных обычаев, собравшие экспонаты для детсадовского музея. В итоге мы видим, какие задачи были поставлены государством. Прежде всего, это полная ликвидация двухсменного обучения в школах, а также устранение очередности в детские сады, чтобы мамы могли выйти на работу через полтора года после рождения малыша. Сегодня мы строим все для наших детей, чтобы завтра они могли построить свое будущее. С вами была передача «Капитальная стройка» и я, ее ведущий, Радмир Хасанов. Увидимся совсем скоро.